Ребят, здорово! Значит, смотрите, я приглашаю вас на тренинг «Практика» с 7 по 10 ноября. Для того, чтобы сразу технический момент, для того, чтобы на него записаться, необходимо оставить заявку здесь под этим видео. С тобой свяжется кто-то из моих коллег, проведут с тобой микрособеседование, ты задашь нам любые вопросы, мы зададим тебе те вопросы, которые нам, может, нас интересуют. И welcome, с 7 по 10 ноября ты получишь тот результат, который ты хочешь с женщинами. Подробнее, как это проходит. Значит, мы встречаемся в четверг вечером с 18 часов, до 22, до 10 вечера мы уже практикуем. Теоретический материал тебе приходит заранее на электронную почту, это 6 часов видео, которое ты смотришь. Там мы на теорию времени тратим. Уже в первый вечер у тебя будут первые результаты, у тебя будут первые номера телефонов красивых женщин, то есть и какие-то контакты, знакомства, то есть и ощущения праздника и волшебства. Чуть ли не Новый год. Дальше, значит, пятница, суббота и воскресенье с утра до вечера мы в 10 встречаемся. У нас двухчасовой разбор абсолютно каждого участника тренинга, помимо общих базовых заданий и рекомендаций, мы поднимаем, выслушиваем, даем рекомендации частного плана, то есть каждому индивидуально и отдельно. Это очень крутой формат. Дальше мы идем на практику. Несколько часов практики до 6 вечера. В 6 вечера мы опять встречаемся в зале и опять 2 часа плотного разбора. Потом ты идешь делать домашку. То есть для тебя это будет 4 дня фактически, 3,5. Очень плотной работы по направлению к счастью в личной жизни, к поиску своей самой лучшей женщины. Ни один человек не останется без результата, потому что ты оказываешься в среде, скажем так, в обществе, где невозможно не получить результат, потому что помимо меня будет еще 2 моих лучших тренера, несколько человек команда поддержки и самое главное, что тебе нужно сделать, просто туда прийти. Все остальное мы вместе с тобой рука об руку сделаем и ты получишь свой результат. Значит, смотри, я думаю, мы подсчитывали, что не меньше 80, даже, наверное, с плюсом знакомств, каких-то подходов, общения и так далее с красивыми женщинами у тебя будет всего лишь за эти 3,5 дня. Ты представляешь себе цифру, то есть кто-то из мужчин за всю жизнь столько раз не подходит знакомиться на улице. Это будет не только улица, это торговые центры, это метро, это какие-то дорогие кафе и заведения, то есть это самые разные форматы женщин и девушек и, соответственно, конечно же, это центр Москвы, который изобилует красивыми, ухоженными, классными девушками, которые только и ждут, когда ты к ним подойдешь, а ты все еще сидишь и думаешь, надо тебе это или нет. Коротко, хочу, чтобы ты сам себе задал определенные вопросы, которые, возможно, прояснят, надо тебе это или нет. Первый вопрос, скажи сам себе, какая у тебя сейчас ситуация, то есть знакомишься ли ты, чувствуешь ли ты себя одиноким, можешь ли ты легко пойти познакомиться с красивой девушкой, там, есть ли тебе с кем заниматься сексом, с кем просто сходить, не знаю, в парке погулять. Какая ситуация сейчас? Отвечай. Второй вопрос, куда бы ты хотел прийти, что ты хочешь получить в конце, какой результат ты хочешь, вот если сейчас, ты же все, я решил с этим покончить. Ответь себе на этот вопрос, как должно выглядеть то, к чему ты хочешь прийти. Третий момент, что тебе мешает самостоятельно это сделать, почему ты до сих пор самостоятельно это не сделал. Подумай, еще лучше подумай. Думаешь, я надеюсь? Точно думаешь? Подумай еще хорошенько, потому что, по большому счету, эта фигня только в твоей голове. Следующий вопрос, значит, насколько для тебя важно сейчас решить эту проблему, а то, может быть, ну его нафиг, может, давай-ка быстренько закрывай этот сайт, закрывай это видео, и давай продолжим жить с той жизнью, которой жили. Потому что мы будем проводить с тобой собеседование, и наша задача понять, хочешь ли ты меняться, потому что мы своими руками будем тебя тащить из прошлой жизни в новую жизнь. И поверь, мне неохота отрывать тебя от деревьев, от столбов, которые ты будешь обнимать и говорить, я не пойду, мне страшно и так далее. Мы, конечно, практически боги, практически всемогущие, но практически. И все равно они на 100% мы можем сделать все за тебя. Соответственно, насколько ты готов к изменениям, к работе над собой? Следующий вопрос задай себе. Что случится, если сейчас ничего не поменять? Что будет с твоей жизнью, если все оставить как есть? Вот это самый болезненный вопрос. Здесь надо подумать. И если ты понимаешь, в конце концов, что так тебя больше не устраивает, что в твоей жизни ничего хорошего не будет, то с 7 по 10 ноября я жду тебя в Москве. Для этого тебе нужно успеть забронировать себе место, потому что их всего 20. Ты нажимаешь здесь, вводишь свои данные, тебе перезванивают мои коллеги. И мы с тобой увидимся на тренинге практика и будем менять твою жизнь вместе с тобой. Все, пока. То есть у людей там еще нет какого-то запала и так далее, но можно было все равно кому-то позвонить из нас, вместо того, чтобы заниматься, простуду себе зарабатывать, можно было позвонить и сказать, ребят, это всех касается, просто у кого что-то похожее. Я не могу сделать, вот мне ссыкально, я вышел, мне страшно. Вот иногда мы даже до такой степени делаем, я звоню, говорю, давай по громкой связи, чтобы я слышал, то есть вот я тут не ссы, вот я здесь, я там дышу в трубку, давай, ну видишь телку там, да, вижу, пойдем. То есть и чувак идет к телке, как бы есть какая-то иллюзия у человека, что мы рядом, значит типа вот, типа легче. Даже такое может сработать, но вы хоть что-то сделаете, ты в следующий раз нам звони, чувак, причем тебе надо прям нагонять очень быстро. А вообще, если бы я был бы женщиной, я бы повесился рядом с тобой. Потому что у женщин свои, ну как и у любого человека, куча своих проблем, забот, хлопот, какой-то хуйни, и как бы мне хотелось бы, чтобы мужик, который рядом со мной, он был как-то морально сильнее меня, ну если бы я был бы телкой. То есть он бы как-то мог решить не только свои, но и мои проблемы при желании, ну и вообще вселить в меня то, что все будет заебись. Добавить искорку в жизни, да. А то, что ты вот как бы, я депрессия, я устал, ноги там, блязь, не знаю, то есть ну как бы нахуй, ну зачем ты такой нужен, чувак? Во-первых, надо понять, что тут в какой-то степени это есть у каждого, типа настроения нету там или еще что-то такое, и вообще в принципе на это не обращать внимания, потому что это нормально. У вас сейчас во время тренинга настроение будет, эмоциональное состояние вообще в принципе будет просто вот так вот, как американские горки в хуяде. Вчера еще был первый день, это не было никаких заданий. А ты не работаешь, да, насколько я помню? А, ты же на работу идешь, несмотря на то, что у тебя нет настроения, потому что надо, да? Или ты не ходишь, когда нет настроения? Просто походу, поэтому тебя не видели 3 месяца уже на работе, блядь. Что? Ну и получается, когда у тебя нет настроения, ты не катаешься, я правильно понимаю? Только честно. А как, ну это часто бывает? Даже если бы ты, ну, каким-то был другим чуваком, то есть если бы я была бы какая-нибудь модная классная чика нижегородская, тот факт, что ты грустненький, тот факт, что ты работаешь в такси, причем зарабатываешь там какую-то двадцатку, тот факт, что ты живешь с родителями, он бы явно, ну, не заставил меня тобой заинтересоваться, а скорее было бы наоборот. То есть если уж как бы ради баб, баб, мы здесь опять же, ну, официально это все ради телок, да, но неофициально так работает то, что когда люди как-то жили определенным образом, как-то так, знаешь, ну, их это не устраивало, их это привело сюда. То есть девки были как инструмент для того, чтобы надавить им на больное, вытащить куда-то, и в какой-то момент они начали развиваться, меняться, там, не знаю, поменяли работу, там, съехали от родителей, там, не знаю, переехали в другой город, понимаешь, так оно работает. То есть если кто-то из вас думает, что будучи в том состоянии, в котором есть, вот, например, таким, как Сеня, вас можно там заколдовать, обучить каким-то таинственным навыкам пикапа, блядь, вы ошибаетесь, потому что... Не знаю. Ну, то есть это то же самое, что есть какой-нибудь там борец с умом, да, и ты, блядь, если даже тебя научить прием с умом, он тебя просто угандошит, потому что ты нежирный. И тебе в любом случае придется отъесться для того, чтобы с этим чуваком уже бороться на равных. То есть это к тому, что тебе придется свою жизнь менять, себя менять. Или ты так не договаривался на собеседовании? В смысле, блядь, нехуй ходить по городу, просто так, то есть если будет страшно, звони нам, в смысле нехуй, вообще слово депрессия, давайте так договоримся, если мы слышим слово депрессия, ты пять штук просто берешь и тратишь всем на печеньки или на чай. Кому нравится такое предложение? У тебя есть лишних пять тысяч сейчас? А всех не ебет, что у тебя их нет, чувак. Займешь у кого? Даже не депрессия, а просто настроение. Давай так, ну это будет полезно, чувак. Можно не пять штук, но это просто вот предложение какое-то в зал. Сколько? 4 900, блядь. Сегодня дисконт, короче. Ну это пока, давай, пока не будем об этом договариваться, но просто чтобы ты больше не говорил, что у меня это настроение, у меня там депрессия. Хотя бы вербально перестань это повторять. То есть как бы вы в это верили или не верили, когда ты вербально повторяешь какую-то одну и ту же хрень, ты как бы себя самопрограммируешь, то есть тебе как бы говоришь, без сознания впихиваешь, что я планирую оставаться в этом состоянии. У кого еще что? Парни, вот в общем, кто вчера понял, что все намного проще, легендарный ролик был. А подержите руку еще. Все остальные как-нибудь. Чтобы вы просто подходите к девчонке, говорите привет, ты классно выглядишь, а потом берете номер телефона, и мы вам даже еще не говорили, что ей говорить там, как подходить и все остальное. А кого мы вчера вернули, ну я или мои коллеги типа, и настоялись, чтобы вы рано не уходили от девушки, и вы на этой волне взяли телефон. Не должен же быть только один человек, два, да, три. И какие есть по этому поводу мысли? Как так-то? Есть такое? Слушай, ну на самом деле, просто не хотелось себя чувствовать как-то глупо, когда подходишь там второй, третий раз, ну прям вообще жалко. А ты вот, она тебе сказала, да, какой же ты, блядь, урод просто, как тебе не стыд? И ты допускаешь, что только в твоей голове, да, вот это ощущение, что я, то есть все вот эти придуманные вами отмазки, в большинстве случаев, они только у вас в башке, ни на чем не основаны, вот самое тупое, да, если бы у тебя был прошлый опыт такой, ты вернулся два раза, подошел к девушке, она говорит, блядь, ну ты так глупо, просто обливаться просто. Нет, да, это чисто мои заворачивания. Но это недостаточно сделать, Андрюха, да, один раз, это достаточно сделать несколько раз, чтобы у тебя где-то в башке что-то перещелкнуло, какие-то там нейронные связи. Но вчера вы уже убедились в том, что вы просто раньше времени сваливаете, даже если сейчас отбросить то, что мы не знаем пока, что говорить, о чем разговаривать, там какие-то возражения, какая-то схема, какое-то понимание. Просто сам факт, не съебывайтесь раньше времени. Это уже сильно даст какой-то рывок, движение вперед. Еще такой момент, он даже больше технический, наверное, парни, вы сейчас, уже об этом сказал, вы сейчас прилипаетесь друг к другу по таким, по интересам, можно сказать, либо там по характеру. не надо этого делать ни в коем случае, не надо сейчас находить себе друзей, похожих, точно таких же, вернее, как вы. Вы либо вообще, самое эффективное, это одному все-таки работать, чтобы не зависеть, ни от места, я вчера уже говорил по поводу места тоже, где страшнее, там и нужно делать. Ни от места, ни от человека, ни от нас, тренировок. Ну, как минимум, это найти какого-то крайне противоположного себе человека, и от него может быть что-то брать. Но уж точно не слепляться, вот грустненькие с грустненькими, веселые с веселыми, не нужно этого делать. Это будет не их. А оно как-то, видишь, у них само собой получено, само собой это как бы якобы, да. Ребята, а кто вчера вообще, вот после того, когда мы разошлись, ну не смог по каким-то причинам сделать задание, либо сделал прям совсем мало, поднимите руки. Я пошел в Александровский сад, то есть в сторону Александровского сада, по пути сделал комплимент, там, девушке какой-то, потом еще двум, потом я никого по пути не увидел, решил пойти поесть. Ты когда делал комплименты, девчонки как реагировали? По-разному, то есть, как правило… Была хорошая реакция такая, типа улыбается. Была такая реакция, да, то есть как раз последние девушки, когда я шел, меня как раз надо было спросить, где метро находится. Вот, я спросил, ну и заодно сделал комплимент. И они прям очень хорошо отреагировали, этим закончился день. Смотрите, еще важный момент, парни. Многие сейчас будут пользоваться этим, типа я не из Москвы, я тут приехал, расскажи мне там что-то, какие тут классные места или где метро находится. Не надо этим злоупотреблять. Я, конечно, не запрещаю это полностью, но не надо вот под… Вообще, под каким-либо предлогом знакомиться не нужно. Да, чуваки приезжие, резюмирую, что люди, которые сейчас будут говорить, ой, я не местный, а где здесь, куда сходить, подскажи, ну то есть такой повод искать, не надо это вообще использовать, потому что когда вы вернетесь к себе в город, эта херня у вас вряд ли прокатит. Нет, здесь походу просто получилось. То есть я спросил… Почему ты не сделал вот весь объем, если коротко? Ну, я поел, пошел, я очень есть хотел. Это нам очень интересно. А потом такой думаю, смотрю на время, я же не успею выспаться, вот, и думаю, ну я же раньше делал эти 50 приветов, когда я смотрел видео по ссылке. Ну думаю, сделаю сегодня с утра. А сегодня с утра тяжелее, чем вчера было. Ну как… ну я время не рассчитал просто. Я думаю, я по пути сделаю, а по пути иду, девушек нет, потому что дождь. Ну это уже такая… Короче, ну я думаю, просто отмазки какие-то придумал. Дальше. Парни, кто сегодня, у кого вчера получалось, кто сегодня сделал, ну типа, чтобы разогнаться, или в принципе, потому что я говорю, что обязательно всем надо сделать сегодня еще. Ну сейчас опросим вчерашних этих… Как тебя зовут, может быть? Меня Коля зовут. Не, ну манежки-то вот у меня все получалось, а потом я просто иду, и у меня как бы такая мысль в голове, что у меня как бы все не получится. не жерти, пожалуйста, микрофон. Что у меня не получается, и вот это как-то я накручиваю себе, и вот это мне не давало как бы все сделать. Ну то есть, как только мы разошлись, ты не смог ничего сделать, да, потому что всякие мысли мешают. Ну я пару раз подхожу, но такое ощущение, что я что-то делаю не так, я в голове, а что вот, не так, не так, не так, и уже подходя, изначально думаю, что я сейчас сделаю что-то не так, но вот какие-то такие мысли. Ну я понял, разговаривайте с собой в данном случае, то есть просто ведите какой-то внутренний диалог, только такой здоровый, чтобы ты внутри себя разделился на два лагеря, а не так, потому что у тебя второго лагеря нет, там оппонента нет, то есть ты внутри своей башки должен как бы разделиться на два противоположных мнения. Один, это ты привычный, ой, я делаю какую-то фигню, лучше вообще не делать, потому что сейчас сделаю что-то не так, а второй твой ты сам должен тебя переубедить и сам себе, как будто ты сам с собой разговариваешь так, но есть техника, она называется горячий стул, вряд ли ты будешь на манежке, тебя там точно заберут, там скорая как раз ездила, вчера, таких искала, то есть, например, ты сажаешь на стул напротив себя, там не знаю, чайник вон этот ставишь, или плюшевый медведь, или подушка, и начаешь подушки говорить, ты знаешь, мне страшно, я боюсь, я думаю, что я сделаю что-то не так. Потом ты понимаешь, что косяк был хороший, потом ты пересаживаешься на ее место и как бы себе говоришь, уже этому пустому стулу, где ты сидел, пересел, и говоришь, слушай, чувак, нет, чего ты вдруг не так, лучше хоть как-то сделать, опять же, кто оценит так или не так, не знаю, я эту телку первый раз вижу и так далее, то есть, задача как бы переубедить, и чтобы вот этот вот второй оппонент, неважно подушка, чайник, плюшевый медведь, там кот твой, который спит, то есть, ты должен научиться, ну, ты можешь это потренировать, делать дома, а вообще, по идее, это нужно внедрить так, чтобы ты мог на ходу, где бы ты ни находился, с собой вот так вот разговаривать. Здесь все равно внутренний диалог какой-то должен быть, но он должен быть правильный. Кому как, ни с чем это подойдет, потому что я вот по себе помню, если бы я начал так сам с собой разговаривать, я бы, ну, заебись, поговорил бы, короче, и все, и телки бы остались в стороне. Но ты на чем-то вывозил, то есть, ты себя заставлял, у тебя с волей было в порядке, если какая-то нехватка воли, все равно надо хотя бы с собой разговаривать, то есть, понятно, проще всего сказать, заставь себя, блядь, бывает, что человек не может себя заставить, но если ты не можешь заставить сам себе объяснять, что это нормально, это не страшно, то есть, разговаривай с собой как с ребенком. Я к тому, что все советы, которые мы вам даем, они все максимально эффективны, просто для кого-то одной работает, для кого-то другой, и сейчас вы сами замечаете за собой, так, у меня работает вот это, и применяйте потом в полной мере. Ну, и самое простое, базовое, что надо делать в этот момент, звоните нам. Да, получается, смотрите, ребят, если у вас сохраняется желание, получить результат, тогда по этой логике у вас желание куда-то делать, вы не хотите здесь никаких изменений, то есть, если вы все-таки хотите, но вам страшно, да, есть шанс, что вы позвоните, и вас заставят делать еще через этот страх, и это же пиздец, но с другой стороны, вы поймите для себя, что это единственный путь, но единственный способ сделать, поэтому, как бы вас не колбасило, ты хотя бы с собой разговаривай, я же хочу результат, хочу, значит, надо с дорожащей рукой звонить кому-то из тренеров, фри-саппортов, говорить, ребята, я не могу что делать, даже хотя бы минимальное, что сделать, позвоните нам, если вы ничего не можете, если у вас ничего не получается, мы вас либо уговорим, либо подбодрим, либо вставим пиздюлей, либо кто-то из саппортов окажется еще неподалеку, там, не знаю, и пару раз вас пнет, но так или иначе, это выход, сейчас ваша задача использовать любые инструменты, которые здесь есть. иначе. Продолжение следует...